Что было в этом поле, мы видим. Как обрабатывали, как подготавливали? В прошлом году здесь был подсолнечник, мы его задисковали, и в этом году производим посев данным агрегатом. Только дискование? Да, дискование. Севоборот сельхозпредприятий – это подсолнечник, твердая пшеница, зимая пшеница, ячмень, нут и лёд. Сейчас мы планируем, естественно, твердую пшеницу. Да, мы твердую пшеницу сеем, оставили два поля по подсолнечнику посеять твердую пшеницу. До этого только ячмень так сеяли, а в этом году решили попробовать твердую пшеницу. Потому что в прошлом году неплохой результат показал, это порядка 20 центнеров с гектара, без нанесения удобрений поработали. И результат хороший, и цена, в принципе, нас устраивает. Прилично было всё, да? Да. А вот как вы считаете, результат этот, он был получен за счёт чего? В прошлом году купили новую сейлку, Дон 651, и сеяли этой сейлкой. Я думаю, что результат всё-таки дала она. За счёт чего я могу, в принципе, сказать, что сравнивал эту сейлку с теми сейлками, которые работают у меня в предприятии. Всё-таки разница колоссальная по всходам, и самый лучший всход у нас показал за сейлкой Дон. Что сеяли ещё этой сейлкой? В прошлом году мы этой сейлкой сеяли нут, сеяли лён, ну, естественно, пшеницу. Подсолнечник не сеяли, но этот агрегат может также высевать как и мелкосемянную культуру, так и подсолнечник. Можно сплошным сейлом сеять. А вот по другим культурам какие-то выдающиеся показатели получились? Выдающиеся показатели? Ну, знаете, тяжело судить по прошлому году. Было холодно на самом деле, и, в принципе, может быть, это и дало выражае зерновых хорошее. Максим, расскажите про технические характеристики, технические особенности агрегата. Смотрите, Дон 651, расскажу вкратце маркировку именно пассивного комплекса, что означает 651. Шестёрка – это модель данного агрегата, 51 на конце – это сошник, чем он, собственно, сеет. Данный комплекс оборудованным бункером 10 тысяч литров, который в процентном соотношении поделён 60 на 40. 60% – это зерно, здесь семена, 40% – это удобрения. Но ведь можно ещё и… Увеличить, да, совершенно опционально. Есть у данного завода функция об увеличении бункера, ёмкость которого будет состоять уже не 10 кубов, а 12. Ну, соответственно, бункер будет также поделён на 60 на 40. 651-й и 12-ти кубовый бункер, там, соответственно, и ширина будет 12 метров. На данном агрегате, в 651-м, ширина захвата составляет 10 целых метров, 70 сантиметров, 10,7. Скажите, с чем агрегатируется, и есть ли опыт с китайскими тракторами работы? Агрегатируется данный комплекс от 300 лошадиных сил. По поводу китайских именно тяговых классов тракторов, честно, на моём опыте я не встречал, не могу сказать, врать не буду. Насколько сложно, вот с точки зрения агрегатирования, настройки, работы, насколько вот эта точность работы важна от точности настройки? На самом деле, настройка здесь максимально простая. За счёт вариатора выставляете норму высила килограмма, умножаете на 2 и умножаете на 0,934. Это проектирование трактора в 100 метров проезд. Соответственно, у вас получается сумма, и эта сумма является нормой высилок на гектар. Высота, на сколько шнек, да, позволяет? 4,8 метров с копейками. Загрузочный шнек позволяет грузить зерно и удобрения для тех хозяйств, в которых нет вилочных погрузчиков или кран-балки. Диаметр шнека 200 миллиметров, 20 сантиметров то бишь. Бункер хоть и поделён 60 на 40% нарушения семена и удобрения, но конструктив этого агрегата позволяет сеять двумя бункерами, то есть без удобрений. Данный комплекс сеет абсолютно большинство частей зерновых, семечку, мелкосемянку. Чтобы это производить, просто меняете катушки на бункерах, мелкосемянка, крупность семена и, соответственно, зерновая. На данный сейл посевном комплексе стоит турбомотор, что позволяет равномерно распределять на сошняки семена, а также удобрения. А это как раз у нас и гарантирует равномерность заделки. Заделка посев, да, совершенно верно. Глубина заделки здесь сохраняется, на самом деле, здесь сейлка, она вот как идёт по полю полностью ровненько копирует, сколько там, задали мы 5 сантиметров, 5 сантиметров, оно, в принципе, плюс-минус так и есть. Скажите, как вы считаете, за счёт чего конструктивно удалось добиться этого результата, когда вы рассказывали про твёрдую пшеницу? В прошлом году при посеве были сильные ветра и влага выдувалась просто быстрыми темпами, соответственно, всходы были намного лучше. Рабочие органы здесь состоят из турбодиска. Турбодиск нужен для порезания почвы. После турбодиска идёт сошняки, семяупакователь служит для заделки семя в почве, чтобы не улетало, если непосредственно ветер работает. И следом идут прикатывающие катки, которые заделывают прорезь турбодиска. Данный комплекс оборудован маркёрами. Это для тех, у кого нет навигации тракторов. То есть это для старых тракторов, либо если нет возможности поставить навигацию. Маркёры служат для отсечения поля, чтобы механизатор в работе трактора видел, где он уже прошёл. Сошняки – это очень важный элемент, который регулярно забивается. Что вы можете в этом отношении сказать? Тем более у вас здесь же достаточно глинистая почва, да? Глина, но есть также и влажные почвы, поля. Данная сейлка, сколько мы работаем уже на протяжении третьего года в данном хозяйстве, у нас поля есть, где грунтовые воды присутствуют, соответственно, и после дождя, чуть ли не на следующие, через два дня выходим, по сошнякам забивания нету, мы не замечаем. То есть если вот обратили внимание, у нас в конце этого поля, как раз-таки там на овраге есть немного влажное. Вот, собственно, прошёл. Ну, сами увидите, наблюдайте. Сейлка поднаутил, соответственно, ей нужно иметь возможность работать, ну, скажем так, на сложных почвах, да? С сложными остатками и так далее. То есть максимально прорезать. Для этого служит турбонож. Давление турбоножа как раз-таки на сложную почву, твёрдую, либо по поживным остаткам, давление турбоножа составляет 230 килограмм. Можно ещё развить его до 260 килограмм. Но мы этого не делаем, нам 230 килограмм достаточно. Также турбонож сделан на ароматизированной стойке с небольшим клиренсом, что позволяет, если какая-то пригорода, камень или ещё что-нибудь, ну, в полях, сами понимаете, всё бывает, чтобы не срезал турбонож, всю стойку, он отыгрывает. То есть что позволяет работать дальше механизатору без поломок в поле. Я знаю, что пассивный комплекс может работать по технологии наутил. Да, но у нас мы работаем по занятому пару, это по льну и по нуту. У нас также эта сеялка работала и по вспашке мы сеяли, паханые земли. А может быть, знаете, у кого-то есть в регионе, которые уже работали по нулю силу, и результаты какие-то могут, ну, вы можете озвучить. Многие сельхозпредприятия работают по нулю, и холдинги работают по нулю, которые непосредственно работают вот этой техникой, данным 651-м. С 2018 года, да, они работают, до сих пор продолжают этой техникой работать. Многие хозяйства, которые работают в этом предприятии по нулю, говорят, что, ну, на самом деле, сходу лучше, чем у каких-то других сельхозпредприятий. Для того, чтобы максимально правильно распределить, ну, вернее, вот выдержать эту точность высева, необходимо, чтобы сам пассивной материал максимально правильно распределялся. Да, совершенно верно. А это зависит вот от этого аппарата. Да, как я сказал ранее, перед бункером стоит турбодвигатель, который подает равномерную подачу зерна и удобрений, после чего выходит на распределительные ромашки. На каждой ромашке стоит семипровод, подведенен к своему сушняку, и на шлангах есть датчики с маркировкой. То есть, если, не дай бог, ну, такое бывает, случается то, что датчик ломается, либо забился сам. Семипровод отрабатывает сигнализатор в компьютере у механизатора, и он выходит, уже смотрит, исправляет. А как часто такое бывает? Вы говорите, бывает. У нас за все время эксплуатации, вот, грубо говоря, за 2-3 сезона, 2-3 датчика слетело. Ну, тут тоже надо понимать то, что это компьютеризированная система. Здесь никто не застрахован от этого. А если сравнить с конкурентами? Вот я знаю, что эта машина является аналогом к сделке. Если сравнить по именно работе, разницы, честно сказать, не наблюдаю. У нас в хозяйстве, к сожалению, нет у Джерарди, чтобы их поставить в одно поле и загнать. Но мы были на демпоказе. В Ростовской области хозяйства, сейчас я вам не скажу, врать не буду, по всходам мы смотрели, когда машина ходила в работе, села, потом приезжали через какое-то время, смотрели, но разницы мы не заметили. Единственная разница – это финансовая часть. То есть в наше время теперь, сами понимаете, импорт вырос в цене. Максим, а какое количество единиц техники? Ну, понятно, что разные по ширине захвата, но вот в целом работают в Самарской области, в регионе. Вы можете сказать? Ну, точно цифру я мне назову. Ну, примерно порядка 35 единиц, я думаю, точно работают. И агрохолдинги у нас работают, и частные КФХ. Вот какие есть отзывы, да? То есть на что обратить внимание тем, кто собирается приобрести его? Я бы посоветовал обратить внимание на то, если у вас аксессиально-поршневой насос не выдает нужное давление по маслу, это минимум 70 литров в минуту оно должно выдавать, то лучше заказывать данный агрегат, ну, либо меньше сейлку с автономным двигателем, чтобы у вас не было потом поломан с трактором с вами насосом. Максим, спасибо огромное за ваши ответы, за ваш рассказ. Уважаемые зрители, если у вас есть опыт взаимодействия с аналогичными пассивными комплексами, обязательно рассказывайте в комментариях об этом. А если есть вопросы по данному конкретному агрегату, то тоже задавайте вопросы, и мы непременно будем искать на них ответы. Субтитры создавал DimaTorzok